Всем привет! Хочу поделиться с вами... Я нахожусь сейчас в Вашингтон, Ди Си. Моя мечта сбылась. Это как бы capital of United States, где Белый дом находится. И интересная такая штука. В том году я застряла в Москве и через Фейсбук познакомилась с Людой. Она меня приютила, обогрела. И сейчас мы дружим. Дружба, я надеюсь, что крепкая и надолго. Буквально месяц назад девушка на Фейсбуке пишет, ищет попутчицу в Барселону. Она зарезервировала там какой-то дорогущий ресторан, Мишелиновский, с тремя звездами. И ищет попутчика. Я написала ей. Ну и что вы думаете? Прежде чем мы летим в Барселону, в этот дорогущий ресторан, я приняла ее приглашение прилететь сюда, в Вашингтон, Ди Си, и убить, как говорится, или поймать две птицы. Познакомиться с ней поближе. И она уже заставила тур на три дня, где мы будем гулять, ходить, смотреть. В общем, короче, она меня будет знакомить с Вашингтон, Ди Си. Так что, ребята, Фейсбук делает такие вещи. Совершенно чужие люди приглашают в гости. Я надеюсь, что Людмила из Москвы когда-нибудь все-таки приедет ко мне в Калифорнию. И Наташа, которая сейчас меня пригласила к себе, посетит меня в Калифорнии. Я программу ей составлю тоже. Так что, люди, будьте добрее, знакомьтесь, приглашайте в гости друг к другу. Это так классно. Сейчас она приехала встречать меня. Я иду в аэропорту Вашингтон, Ди Си. Слушайте, ну вообще, мечты сбываются. Главное, не забывайте мечтать. Всем пока. Следите за моими репортажами. Ну мы подойдем поближе, не переживайте. Так, люди. Вот я уже предварительно рассказывала, что на Фейсбуке познакомились с девочкой. Зовут Наташа. Она живет в Вирджинии, Вашингтон. И моя мечта была вообще сюда приехать, посмотреть, где же я живу. Что такое Капитолия, что такое Белый дом. Ну вот как-то не приходило. Была стюардессой. Как-то не приходилось мне вот взять, приехать и вот это все посмотреть. А тут вот такая вот случайность. Человек ищет, значит, кто бы поехал с ней в Барселону, в ресторан, который был заказан в том году. И я, как говорится, вызвалась. Вот там есть про путешественников, по-моему, такое есть, да? Да-да-да, ищи попутчиков. Вот, и вот Наташа нашла попутчицу. И прежде чем поехать и спать с ней в одном отеле, грубо так говоря, да, мы решили познакомиться. И вот я прилетела на два дня сюда и решили мы поспать в одной постели пока здесь. А там уже как-то получится. Что-то происходит, я не знала. Да-да-да. Вот, ну так, грубо говоря. Вот, у Наташи собачки, у собачки, у Наташи кошечка. Вот, я, конечно... Вот Пентагон. Ага. Да ладно. Да. Слушай, подождите, а Пентагон разве в этом штате, что ли? Да, Вергинь, Арлингтон. Вот, ребята, слушайте, никогда не думала, что я буду... Это в таком штате, где Пентагон. А вот находится Пентагон, представляете? Вот, сейчас мы находимся в Вашингтоне. Здесь Пентагон, Белый дом мы проехали. Там вот он у нас сзади, но мы его посмотрим. Я же думала, что они в разных штатах. Ну да, это Арлингтон, Верджиния, а Белый дом в Дистриктах Колумбия. Дистриктах Колумбия это только два города, Джорджтаун и Вашингтон. А, вот так вот, все слышите, да? Вот Пентагон, ребята. Вот Пентагон, где разбился самолет. Мы поедем с Вами, посмотрим, наверное, да, если будет время у нас? Он закрыт, к сожалению, я уже смотрела. А, видимо, из-за ковида я открываю для общей публики. А там прям вообще вот это все здание, все было разрушено же, да, вроде как? Да, да, вся часть была. А, балдеть. Вот там он, вот там, где деревья, видите, деревья? Да, виждан. Вот у каждого, у каждой могилы, получается, они сделали для каждого человека. И посадили дерево у каждой могилы, да. И вечером очень красиво, там, такой, эти фонарики, значит, горят. И как-то по морю. Слушай, никогда не думала, что так Пентагон вживую выглядит. Так, Наташа, вот это что такое? Это мемориал, вот мемориал Air Force. А. Ну, там, как я понимаю, делал тоже особо, я там даже рядом не разу не была. Вот, это мы в Вирджинии. Сейчас 10 минут и будет у меня дом. Слушайте, ну вот мы находимся в Вирджинии, все знаете, что Вирджиния это Пентагон, а Белый дом, это находится в Дистрикт Колумбия. Да. Вот очень интересно, дороги, конечно, здесь очень хорошие. Как в Москве, наверное. Не всегда, но... Не, ну, кстати, в Москве тоже хорошие, но сейчас дороги стали делать вот сами. Ну, в общем, продолжаю историю. Мы познакомились с Наташей на Фейсбуке. Вот, так же, как с Людой в том году, которая меня приютила. И вот так вот получилось, что мы дружим уже два года. И причем такая дружба у нас очень крепкая и сильная. Люся, привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо? Да, давай, давай. Прямо, можешь руками там шевелить как-нибудь. И на меня смотри, на меня посмотри. Ага. Ира! Рукой помахай. Хватит. Ну, естественно, с моей проворностью, как же я приехала в Винодельческий, возьми какие-то плохие места. Место освободилось, я бегом-бегом заложила свои тапки. И сейчас мы сидим в такой красоте. Здесь намного прохладнее и намного приятнее сидеть. Так что здесь мы можем сидеть и попивать вот такие венчики. А вот и кушать пришло. Такая красота, такой запах. Такая трава здесь. Вообще кайф. Дают вино, напробовались вина. Сейчас можно полежать на траве. Такая красотень. Мы находимся в Вирджинии, буквально недалеко от Вашингтон, Д.С., где находится Белый дом. Такая вот здесь прелесть, ребята. Что, мы сейчас находимся на винодельне, называется Кристалл из винодельня. Значит, сегодня суббота. Сегодня суббота, да. Очень хорошая погода, прошел дождик утром. И, значит, сейчас такое не жарко, не холодно. В общем, отлично. И только что нам принесли такой... Это бесплатно. Тейстинг, да. Вот это бесплатно. А вина они написали, какие вина? Сухие там... У нас получается белое вино вот это вот у нас. Тейстинг, white, white. Ну, вот это вот белое вино, а вот это что такое красное? Это розет. А, это розет, окей. Да. Вот так что, всем привет. Такая вот красивая аллея виноградная. По ней проходишь так прохладно, приятно. Ну, и, конечно, в дебрях виноградных запутываешься, но винограды нет. Я поняла, что виноград это декоративный. Ну, вот, к сожалению, мы не попали в столики, но я нашла хорошие столики, где прохладненько и хорошо. Вот, к сожалению, мы не успели, а вот в этой аллее под виноградниками, там стоят столики, настолько красиво, а также здесь есть такая зеленая аллея виноградника. Ой! И там очень красивые фотографии выходят. Смотрите. Много народу индейцы. Ну, вот сейчас все фотографируются, видите, да? Пойдем по этой аллейке сейчас пройдем. Пойдем по этой аллее. Так, сейчас мы находимся в Вашингтоне. Я хочу вам показать, как здесь живут. Примерно так же, как в Нью-Йорке. Очень дорогие дома, потому что это в центре. Вот такие вот подъезды и это такие аппараты. Я думаю, что они стоят около 2 миллиона, наверное, с чем-то. Наш второй день. И мы сейчас идем в ресторан на ужин. Вот такие мы все красивые разнорадились. Естественно, русские девочки самые красивые. Никто здесь так не одевается, как мы. Но мы должны представлять свою родину, даже не на родине. быть красивыми, свежими, молодыми и счастливыми. Идем на ужин. Так, сейчас мы заезжаем, чтобы посмотреть и походить по... Сейчас мы заехали на Memorial Bridge. Вот Lincoln Memorial. Это Линкольн, там статуя Линкольн. Ну, мы завтра все это обойдем. Сейчас мы проедем туда и еще поедем по фотографии. Сейчас едем к Апитоле. Да, очень много вот у кого корабли. Вот очень много, видишь, яхты на яхте. Вот на этой желтой, видишь, желтой пароходик? Вон там желтый. Вот на этом мы завтра поедем. Отлично. То есть Наташа составила программу на 2 дня. Ее нужно будет пройти за год. А мы пройдем ее за 2 дня. Так что я не знаю, мы голубым по Европам одежду меняем 5 раз в день. И кушаем. А кушаем это вообще ужас. 4 килограмма прибавила, как вот вообще. Вот Линкольн, но мы пойдем с другой стороны, потому что сейчас здесь должно быть тоже очень красиво. Очень много все на велосипедах, спортивные. А это что за здание вот это? Это, по-моему, какой-то институт. Что-то типа институт какой-то research. Да. Короче, я ехала-ехала в Капитолии на скутере. И так как здесь такая вот гаечная дорога, я решила резко завернуть и бегом-бегом в Капитолию. Ну, естественно, упала. Вся раскровилась, как всегда. Так что немножко у меня инжур такой небольшой получился, но зато я у Капитолия, вы представляете? Вот он, где проходит инаугурация, такая красотень. И можно, наверное, побольше сделать, прибавить, чтобы поближе выйти. Слушайте, прожив 20 лет в Америке, первый раз я увидела Америку. Чистота идеальная, красота идеальная. Весь Вашингтон, Д.C. – это город, который музей под открытым небом. Мне кажется, здесь месяца не хватит, чтобы пройти все музеи. Причем музеи все бесплатно. Я, конечно, в шоке. Вот она Америка, которую я хотела увидеть 20 лет назад. Это Вашингтон, Д.C. Супер! Слушайте, ну быть возле белого дома и не купить шапку – это же вообще всего лишь 11 долларов шапочка. Так что мы продолжаем наше путешествие на скутерах и едем сейчас к Капитолю. Но я была в шоке, что Белый дом, он просто вот такусенький, малюсенький, как куриный какой-то домик. Ну что, наконец-то мы на скутер доехали до Белого дома. И, Анна, ты меня не туда привезла. Это не Белый дом, но это какой-то вот курятник, честное слово. Он оказывается такой маленький, но согласился намного больше. Но его он просто курятник, самый маленький-маленький. Вот это Белый дом, где живет президент Союза, сейчас в Америке. Джосиф Байден, да, раньше жил Трамп. И вот мы тоже приехали на скутер. Мы гоняем на скутерах. Вот столько здесь много народу. И написано, что, как говорится, не из-за того, что вы ненавидите друг друга, не надо… Нет, что там сказано? Так что, ребята, если мы с вами не согласны, давайте все равно будем жить. Да, давайте жить дружно. Ей хочется в ланч пить, а я не могу, потому что у меня 3 часа разница. Но это не значит, что мы ненавидим друг друга. Ну, давай. Едь, едь, едь. Женщина, женщина, там дороги нету. Класс. Ну, чего? Поехали дальше. Поехали дальше. Места сбылась. Идиота. Поездить на скутер в Вашингтон, Ди Си. Да, вот такой здесь монумент у нас стоит. Упс. Который… Так, ну все, погнали. Ремонтируется на данный момент. Ага. Все. А вот это вот мне как сангрию делают. Сангрия. Ууу, I like that flower. It's so cute. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Здесь вот нога октусов. Ну, в общем, короче, асминога. Асминога, да. Асминога. А это что за котлети? Это там, как это, картофельная какая-то. А, это картошка. А это что у тебя? Это креветки. Это креветки с хлебом. Ну, в общем, там это просто для них это стиль жизни. Вот. И она такая, ты снимаешься? Да. А, потом… На одноклассники у тебя. Может, тебя какие-нибудь одноклассники твои узнают и найдут. Может быть. Наташа из Владимира. Наталья Донская. Фамилия очень такая, сами понимаете. Донская. Переводить не надо. Что это значит Донская. Вот. Мы находимся в Вашингтон, в столице Америки. Идем по побережью. Вот так вот в воскресенье люди отдыхают. Очень много спортивных людей. Сейчас двух черненьких шоколадных видели. Там вообще горы мускул просто велосипедисты. Я говорю, они, наверное, приехали из Калифорнии на велосипедах и такими стали. Просто офигенные. Все такие спортивные. Чистота идеальная. Просто обалдеть. Красота, чистота. Очень много итальянцев, очень много испанцев. Несмотря на ковид. Вот. Слушай, а тут всегда вот так вот не занято, да? Ну, как бы спокойно как-то, да? На самом деле, я думала, что выходные здесь побольше. Народу немного, прям я же говорю. Еще меньше. Вот так, чисто, красиво, идеально. Я надеюсь, у нас на набережную так же сделают Каменск-Уральск. Что она так же будет выглядеть на реке Исеть. Каменск-Уральск. 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 Субтитры сделал DimaTorzok